И всем привет ребят, с вами Мастер Манки, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен одному интересному обзору вооружений, которое я еще не записывал в рамках нашего матчмейкинга и в рамках вообще обзора. Сегодня мы вместе с вами поговорим о пушке магнум, о устройстве, которое превращает вашу пушку в настоящую удочку, ну и сегодня займемся небольшой рыбалочкой в нашей игре. Покажу, что можно делать с устройством автобазированный порох, вот именно это вот замечательное устройство приваривает вашу башню, но при этом с этим устройством у вас есть возможность менять угол как вы хотите. То есть вы хотите стрельнуть чуть дальше, подняли пушку выше, зарядили снарядик и накидываете большое количество урона по противнику. Ну и что касаемо корпуса, то сегодня мы выберем корпус Крусейдер, который как по мне довольно неплохо сочетается с этим магнумом, ну и можно даже, ну чтобы усложнить наверное ситуацию, взять дрон Кемпер, да, чтобы это было все немножечко поинтереснее. Если вдруг прям супер печально у нас пойдет с Кемпером, то я переоденусь на Кризиса, чтобы у нас урончик точно хороший залетал. Также мы берем резист от самого себя, это очень важная вещь, когда вы играете на таком магнуме, ну и конечно же берете дефолтные резисты от тех противников, которые чаще всего встречаются в нашем матчмейкинге. Ну и отправляемся в бой, что касаемо режимов, я бы конечно же хотел бы попасть, ну в тот режим, где больше противников будет кучковаться, поэтому давайте попробуем пикнуть в регби. Можно также и пикать и CTF и штурм за атаку, где противник будет кучковаться и где у вас сплэш урон будет накидываться прям нереально круто. Но, как говорится, карта на карту не приходится, поэтому надеемся, что нам в этом плане сегодня повезет и мы попадем как раз таки на ту карту, где противников будет большое количество в одном месте стоять. Ну а если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео реклайком, не забывайте подписываться на канал, ну и не забывайте про мой личный тег создателя контента, который в настройках можно найти. Тег Тимпе, установили, поддержали меня и я мега-мега рад. Так, нас закидывает на шоссе, довольно неплохая карта для того, чтобы пострелять с нашей удочки. Сейчас я немножечко подпривыкну, посмотрю, как у нас работают здесь уголочки. Так, и примерно пойму, как мне куда лучше стрелять. Так, если вроде я не ошибаюсь, то это у нас сюда, да, вроде как летит, или куда она летит? Либо... А, нет, я, наверное, переборщил чересчур сильно, это я уже приподнял. Ага, все, все, понял, да, 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 все, понял. Услышал, так, все. Наша удочка пошла в бой, поэтому теперь мы работаем на прицельчике. Занимаем какую-то поинтереснее позицию, потому что мы с кемпером. И пытаемся на постоянной основе накидывать урончик, накидывать сплэшом. Наша задача, чтобы у нас все время было фулл хп с кемпером. Но чтобы у нас было фулл хп, надо чуть-чуть, я не знаю, что ли, где-то сейвиться, где-то сейвиться, где-то закрываться. Тяжело, конечно, будет попадать здесь с магнума, если у нас будет постоянно... Ну, даже не то, что с магнумом, а с повышенным уроном магнума, если по нам будет постоянно накидывать урон. Поэтому надо стараться где-то подсейвиться и перейти в как раз-таки режим лютого кемпера. Так, попробуем сейчас чуть-чуть просто пристреляться. Я уже давно на этой удочке не играл, но это прям реально начинается рыбалка, когда вы играете с этим магнумом. Здесь можно реально начать неплохую рыбку ловить. Так, хороший магнум залетает. Вот она движуха пошла, пошла контентовая. Еще добавочка. Хорошо, все, я примерно поймал угол. Примерно угол пойман, так что мы начинаем нашу рабо-точку. Противник должен кучковаться и на точке. Только пока что туда особо никто сильно не въезжает. Но мы добавляем, добавляем примерно сотку, когда заряжаете. Перезарядка вашего выстрела довольно-таки быстрая. Так, туда в стеночку дома. Отлично, 2000 туда этот урончик. Еще добавочку туда на дом. Ага, за много. Чуть-чуть ниже. Но это чисто устройство, знаете, вот постоять, вот прям супер потроллить противника. В нашем случае, конечно, карта, наверное, не самая удачная дропнула. Если бы что-то поинтереснее упало бы, может быть и пошло бы пожестче. Так, чуть-чуть ниже. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Хорошо. ДДшечка сейчас у меня появится. Так, что-то я уголочек переборщил. Оп, туда этот контактик. Оп, туда эта рыбочка залетела. Так, ну и пошла движуха. Пошла 4 танчика! Ну, блин, там с нулевым уроном, ребятки. Даже на такой карте можно было бы мне брать Крусейдера какого-нибудь... Крусейдера какого-нибудь Магну... Ой, Крусейдера, говорю. Ну, не Крусейдера, Магнума Ареса какого-нибудь брать. Смело. Что мне особо сильно тут ХП не надо. Так, туда в стеночку даем. Через стенку. Хорошо! Хорошо, хорошо. Еще добавочка. Ну, блин, ну как-то маловато, если честно. Кемпер у нас постоянно кдшит мою расходочку. Но угол я нашел более-менее нормальный, который чисто залетает при сотке к ним на базу. И нужно всего лишь просто стоять и его разыгрывать. Чтобы у нас урончик на постоянной основе летел к противнику на базу. Так, можем даже какую-нибудь сансулендрочку такую ударить. Ага, понял, в стенку просто попал в ближнюю. Там, если бы по центру попасть, то, наверное, залетело бы очень неплохо. Так, ну, пока что у нас все как-то очень скудненько происходит. Пока что наша удочка не реализуется с как раз-таки кемпером. Хоть и должна, по идее, работать. И должна работать очень хорошо. Вот с таким вот, например, урончиком должно все залетать. Было уже давным-давно на постоянной основе. Так, но пока что у нас в этом плане... Так, чуть стеночку. Оп. Набревал его чисто в голову. Шикарная двоечка залетает. 200% дополнительного урона. Ага, в труп попал. Дают нам как раз-таки возможность вот этой вот плотненькой накидочки. Но кулдаун довольно быстрой расходки. Это, конечно, такая беда, которая, ну, по-хорошему заставляет вас двигаться. Да, то есть надо как-то, ну, что-то выдвигаться по ощущениям. Что-то мне особо сильно не нравится, что у нас тут идет. Да, удочка-то как бы контентовая. Базара нет. Но вся проблема немножечко в другом. В другом в том, что я с этой удочкой, ну, довольно мало прибыли наношу здесь в рамках такого боя. Так, но пока чуть-чуть пристрелочка пошла. Наши тиммейты уже доставочку первую делают. Я смотрю, что вот там вот в том углу большое скопление противников происходит. Поэтому, может быть, нам надо чуть-чуть в ту сторону накидочку какую-то оформлять. Так, чуть я не добавил уголочка. Так, ну и вообще, по-хорошему, можно еще постараться на дроповую ддшечку тоже поиграть. 7 минут у нас прошло. Но я вот примерно за 7 минут начал только пристреливаться. Начал плюс-минус понимать, как я должен стрелять. Урончик противник по мне перестал накидывать. Это значит что? Это правильно значит то, что мы сейчас начнем эту плотную накидочку оформлять. Так, есть контактик вон туда. Да, Бавкина на полторушечку. Хорошо. Но все равно с кемпером как-то кажется, как будто мало урона летит. Кажется, как будто... Как будто должно быть больше. Как будто вот должно примерно вот так лететь каждый выстрел. Вот хотя бы вот так, и я был бы рад. Так, у меня когда ддшки. Попробуем, может быть, еще переодеться на как раз-таки другого магн... Ой, другого магн... Другого дрона. Если он сейчас тут не полетит. Но хотя должен быть прилет. Ну, должен быть прилетик. Должен. Уголочек я уже нашел. Урончик пошел. Все. Началась работка. Должны добавлять 66% по этому типу. Как только зарядка залетает, сразу все четко. Ну, угол вот. Вот он, угол. Вот он, шикарный угол, под которым должна всегда происходить работа. Должна постоянно залетать вкусная тычечка. Так, чуть приподнимем. Чтобы наверняка в голову. 2 500. Добавкина. Так, и туда под стеночку, под шток прямо. Ага, никто туда не встал. Хорошо, по ВАСПу снизу. Обрабатываем ВАСПика. Я что-то как-то уже перестал смотреть за тем, что у меня там с моей расходкой происходит. Из-за того, что уже на такой плотной накидочке мы стоим вместе с вами. Так, ВАСПик тут какой-то въезжает. Его быстро набреваловываем. Мне ГАУС дает сводку. Так, ну 10 килов. Крайне мало. Крайне мало, крайне мало для удочки такой. Скорее всего, я делаю что-то не так. Ну, либо это просто первая пристрелочная. Либо это первая просто пристрелочная. И нам надо... О, хорошо. Нам надо что-то, что-то подразвить. В этом плане. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, через всю базу просто залеталово происходит. Опачки! Пошла жаровня! Пошла движуха! Так, еще. Еще бы что-нибудь. Блин, ну там четверочка прям очень вкусная залетела. Просто чуть-чуть не по тем целям. Скорее всего, стреляю. Так, сосулендерочка залетает. Ну, тысячу только там какую-то дала. Да, здесь бы точно шар был бы лучше, чем мой замечательный Крусейдер. Поэтому, если сейчас у нас... Оно, еще 5 минут боя. Я бы хотел бы еще одну каточку разыграть. Попробовать еще этот замечательный Магнум на Оресе и с Кризисом. Мне кажется, что можно с Оресом и с Кризисом очень круто реализовать эту комбинацию. Хотя, в принципе, смотрите, что у меня уже по очкам-то выход начинается какой-то так. Так, пригался к мне накидочку дает. Так, 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 так. Туда под стенку. Не знаю, где он. А, он стоит на другой стенке. Все, понял. Ага, хорошо. В голову. Ага, не в голову. Полетик туда чуть дальше. Окей. Залетик. Хорошо, двоечка чисто в голову. Добавкин по мосту. Через мост, да, получилось у нас дать... Так, вот туда вот бы вообще как-нибудь по Магнуму залететь... Ой, залепить поэтому... О, хорошо, есть контактик. Через эту стенку довольно тяжело, кстати, попасть. Так, мне уже Гаусс берет на прицел. Уже хочет, чтобы я постоянно страдал от него. Хорошая тычка залетает. Но это максимальное кемперство. Максимальное. То есть вы чисто на рыбалочке. И вы ловите рыбку на свою удочку. И постоянно накидываете урончик. В зависимости от того, где находится противник. Поэтому здесь говорить о том, что вам надо куда-то двигаться... Ой, ой, ой. Никогда мне прицел сбили удачно. Это скорее всего неправильно. Пряничек летит. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. я въехать мог быть такой вкусный мой пряник вот это был бы контент так 1400 носик по урону пошел добавочка еще но все равно как-то как будто бы мало урона как будто бы мало урона хотя устройство реально прикольное то есть с ним накидочку делать реально можно интересно но сами видите что по урончику как-то у нас пока что ситуация супер круто не складывается до 18 килов я набил но для такой катки я бы наверно сказал что это маловато да если еще учитывать тот факт сколько у нас сейчас пушек есть всяких сильных то это конечно явно наверное не тот результат который я бы хотел бы видеть который бы меня бы устроил и на который я бы сказал что вот он контентик вот она движуха вот он жесткий накидчик который работает просто великолепно а то здесь я бы сказал что он такой си такой си такое себе поэтому надо попробовать еще одну каточку сейчас долбануть красивую контентовую чтобы у нас уже все было по ощущениям намного интереснее так ну и здесь конечно еще под этого галса постоянной основе подставляюсь который не эти сводки тулит и просто отрубает меня моего кемпера за счет этого тоже конечно я крайне много чего начал терять но по итогу 400 очков 20 килов я даю теперь мы берем немножечко другую комбинацию с этой же с этим же самым устройством и попробуем привести немножечко другие цифры потому что этот магнум реально может давать очень плотного контенту но возможно вот этот кемпер так сильно нерфит и из-за того что я пассивно стою на одной позиции нет возможности прям четкой реализации этой удочки все-таки если ее пробовать использовать в движении и что самое главное ее нужно использовать именно на ховер танки потому что башня у вас приварена именно за счет того что вы управляете мышкой у вас корпус поворачивается вместе с пушкой поэтому пробуем реализовать вот эту вот комбинацию ареса уже магнума с кризисом и вот это должно работать прям как часики вот это уже должен быть контенте чек так первый выстрел в молоко пробуем здесь вообще по идее можно соткой постоянно управлять то есть вы играете чисто соточкой и накидываете урон там с плэшом с постоянной дополнительной накидкой единственное что у вас меняется это при этой сотке вы если но есть необходимость вы просто приподнимаете угол чтобы у вас залетела бы там например подальше либо повыше а все остальное в принципе вас устраивает и вы постоянно работаете этой замечательной соточкой так у нас что-то тут есть по контактику 2000 урона на постоянной основе залетает здесь даже трешка летит где-то должен быть сейчас мяч у нас где у нас мяч слева падает мяч отлично на рейсике после крусейдера немножечко так медленно двигается у нас танчик хотя в принципе наверное нормально 2000 ноль резов от магнума ноль просто ноль это очень и очень хорошо с нулем резов от магнума можно давать хороший плотный контенте чек так надо будет сейчас еще поменять резисты по ощущениям что у нас там пинцы я смотрю большом количестве имеются и только не доставить блин плохо плохо что противник у нас ставит так но мы пока что пробуем все равно на своей накидочке делать какую-то плотную движуху поп хорошо четко просто вот за счет этой удочки вы ловите грамотный угол и просто даете контентичку так ты щеночка еще добавочки хорошо 400 но и здесь довольно большое количество сейчас ближнебоек играет за счет как раз таки этих ближнебойных пушек у вас есть намного больше возможности ваншотить ваншотить оппонента потому что они все играют на легких танк да и то есть в моменте у вас постоянно хороший урончик так давайте шареллу запустим должен залетать зоночка шикарная на 5 танков разыгровочка еще добавочка сверху вот она реализация вот она движуха которая должна была быть у меня изначально да то есть вот оно то что может работать прям супер шикарно 14 килосиков и пошла движушка пошла движушка контентовая а не то что у нас было на шоссе на шоссе у нас так какая-то веня вялая какая-то была так что по доставке доставочка 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 Какая-то может быть. Нет. 800 урончика еще на добавки. Так, ну у нас противник по тылу едет. По тылу, по стелсику. Что-то пытается раскрутить. Еще четверочку на голову скидываю. Еще добавочку на четверочку скидываю. Но по безрезу, конечно, но вы видите сами, да, как это все дело работает. Насколько плотный урончик залетает вкусный. Поэтому, о, контейнер. О, контейнер, привет. А что, контейнер не надо, что ли? Нормально. Пойдет тоже 17 килов. Блин, ну это жаришка. Вот это уже по ощущениям жаровня. Конкретная причем жаровня. Так, пробуем. Ай-яй-яй, у меня угол стоял высокий. Но все равно тычка вкусная залетела. Только не по флагу. Вкусная тычка, но не по флагу. 19 на 4 идем мы вместе с вами. Хоть и при этом мы сливаем катку. Ну, практически без шансово. Практически без шансово. Сливаем катку, но по очечам у нас... Ой-ой-ой, что-то я не туда чуть-чуть зарядил. Все пока что более-менее нормально. Будем пробовать реализовывать свои моменты. Ну и попробуем дать как можно больше. Да, конечно, хотелось бы выиграть в такой катке. Но вы уже сами видите, что пока что у нас в этом плане ничего особо сильно не складывается. Хотя наш тиммейт раскручивает. Раскручивает добавочку. Хорошо! Хорошо пошла. Еще добавить. Чуть-чуть не успел, но полторушка залетела. И по паладинчику еще 700. Так, надо быстро сейчас попробовать все это дело слить. Сливалову сделаем. Хорошо. Четверочка. Вкусная. Так, Шарелла от нашего тиммейта. Ну и пробуем сейчас ехать в доставочку. Сейчас мы под тиммейта, я думаю, закинем Мичеллу. Шареллу. Вот такую. Ага, понял. Бомбочка. Бомбочка под мой шар. Чуть-чуть не реализовалась. Но 24 кила. За 5 минут. За 5 минут 24 кила. То есть есть шанс на 60 выйти за этот бой. Это было бы очень-очень неплохо. Хороший магнум. Она залетала его. Ну, так, еще добавочку. Надо мячик куда-то кинуть туда вперед. Чтобы у наших тиммейтов еще были бы шансы на подборчике. Но пока что... Где команда? Где команда? Алло, будем что-то делать, ребяточки? Ребяточки, нас сейчас унесут. Нас сейчас унесут. Отличный магнум на 2000 урона. Я удивлен, что еще ни один противник от меня рез не взял. Так, мы попали, как всегда, по дефолту. А, вот один есть уже резист. Один взяли. Ладно, один это в принципе не так больно. Как если бы было их большое количество. Так, доставить не дать, не дать доставить. Ага, хорошо. Хорифриз вжимается. Еще, еще. Хорошо, 2600 критом залетело. А он доставил. 0-3. 0-3, 0-3, 0-3. Пока что 0-3 летим мы вместе с вами. Но карта и сочетание под эту карту прям идеально работает. Если честно, то, что нет резистов от магнума, дает нам возможность как раз-таки на плотную накидочку выходить. Ну и арес просто за счет своей контентовой сводки на такой маленькой карте тоже очень-очень становится интересным и актуальным. 500 очечий. Где-то у нас еще один голдецкий будет падать. Где-то голдик, голдикс, голдикс. Очень интересно падает. Голды в большом количестве в обычном матчмейкинге. Как будто шанс повышен в обычном ММ с голдами. Что-то мне как-то в последнее время столько голдов не падало. Я, по крайней мере, не видел. А то там в прошлом бою 3 упало вроде или 4. И здесь уже, да, падает второй, получается. Так, на дэшку нашу он переключился. Он не хочет переключаться. Правильно, конечно. Такой урончик залетает контентовый. Так, здесь под стеночку. Отлично. Ну, 400 урона как-то, но маловато. Маловато, маловато, маловато. Но противник нас пока что уносит прям без шансов. Да, 5-0 мы уже летим. Ну, вот такой магнум, конечно, мне нравится. На маленькой карте. По идее, вообще, его можно реализовать как на маленькой. Так и на средней, так и на большой, да. Здесь за счет как раз-таки вот этой вот вашей удочки. Она дает большую возможность на разную реализацию. Так, опять бомбу ставят. Под эту бомбу второй раз мы уже так глупо играть не будем. Поэтому даем такую шареллу. Ну, спорную, конечно, шареллу, но все равно пойдет. Так, меня под упорчик лезет тип, чтобы подорвать. Ну, как говорится, дефолтный мой дрон, да. Вы помните, кто смотрел вчерашнюю реализацию. То я, конечно, уже этот дрончик потихонечку в массы залетает. Ой, хорошая тычка была. 34 килла у нас уже. 34 килла. Отлично. Еще один выстрел. 3 700. Но урона в порядке. В порядке у магнума по урону все. 666 очков. Ну и кризис, конечно, тоже преображает это устройство и пушку в целом на немножечко другой уровень. Вы сами видите, да. Насколько он смотрится интересно с кризисом. И что у нас было на кемпере. Так, пробуем дать тысячечку. Ну, с плашом таким маленьким залетело. Все это дело. Так, пробуем, пробуем. Еще. По тиммейтам с плашу даю. На добавочку. Хорошо. Но пока что надо как-то выруливать эту ситуацию. Мамонт пытается запушить. Пытается влететь. Нам как-то надо доставки делать. У меня вообще резы плохие. В рамках этого боя. Стоят миночка. Хорошо. Но фриз шоком или с чем он. Очень больно, очень больно накидывает по мне урон. Ага, надо даже кузыря переключать. У меня же фулл заморозка. Фулл заморозка танка. Да, и фриз меня добавляет. Так, что мы можем здесь взять, если честно, интересного? Можем взять рез от фриза. Но мы же летим 0.5. Есть ли смысл переодеваться при 0.5? При 0.5. По сути. По сути. Наверное, наша задача должна быть просто... Можно, конечно, на добавку сделать. Переодевалочку. Так, фриз там был. И твинс, если я не ошибаюсь. Боюсь, именно от этих двух пушек мы возьмем. От магнума по дефу оставляем резист. Попробуем посмотреть, что у нас под сейф даст какой-то этот момент. Так, и давайте шареллу вот такую вот запустим. Под нашего тиммейта. Если бы он бы еще бы двигался бы. Было бы вообще шикарно. Если бы он бы газовал бы плотненько так. Доставочку бы сделать бы из такой ситуации. Трупы, 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 трупы. Фриз на накидке. Очень много фризов, если честно. Очень много. Здесь вообще можно было бы взять иммунку от фриза. Да, 800 очков у нас уже в рамках этого боя. По очкам, ну вообще вопросов ноль. Вопросов ноль. Это все еще, если учитывать тот факт, что я не сделал ни одной доставки. Если бы мы сейчас бы еще бы тут доставочки делали бы. То ситуация была бы намного бы лучше бы у нас в рамках этого боя. Да, так. Без доставок. Давайте возьму иммунитет. Чего? Это что за прикол? Вы это видите? А, если резисты переодел? Вот это я резисты поменял в бою. Вот это я поменял резы в бою. Офигеть, что это за прикол? Я же вроде одел два реза. Вроде как все четко было. Ну ладно, в принципе, что у меня не было резистов от противника, что у меня их и нет сейчас. Есть просто резисты от самого себя. В принципе, наверное, на дистанции ничего не поменялось. Но все равно так немножко обидно. Так, давайте пробовать. Хотя бы в одну доставку выходить. Хотя бы одну доставочку сделать в рамках этого боя. Было бы уже неплохо. Я переодел иммуночку на дыморозочки. Поэтому пробуем что-то реализовать. Так, какие-то выстрелы на накидку тоже кидаем. Опачки, по себе тоже даем неплохо. Неплохой контактик. Но всегда надо стараться давать как можно больше соток именно. Чтобы у вас перезарядка была намного быстрее. Потому что чем сильнее вы даете залп, именно в процентном соотношении, тем быстрее перезаряжается у вас следующий выстрел. Поэтому всегда старайтесь давать именно соточку, чтобы следующий выстрел Магнума у вас перезаряжался быстрее. Так, ну и у нас есть мяч. 6-0. Полет просто Феникса Лютого какого-то происходит у нас. Так, Фейс летит в меня уже просто в наглую. Ну и здесь уже Тевенциара вжимает в меня овердрайв. 44 кила, 900 очков. Ну, в принципе, неплохо, наверное. Неплохо, наверное. Немножко не повезло мне с... Именно командочкой. Противничка более сильного кинули. Ну а так, в принципе, довольно неплохо. Довольно неплохо. Довольно интересный ужас, какой длительный у нас видеоролик получился. Но, в принципе, наверное, я более подробно разобрал этот замечательный Магнум. Поэтому хотел бы спросить у вас, вашего мнения. Я уверен, уверен, что это устройство можно очень круто реализовывать. И эта рыбалочка, рыбалочка может быть мега актуальна. Вот как бы даже вот в таком бою можно выходить на контентовую прибыль. При слитой катке, без доставок мячей, без дополнительного буста овердрайва за счет доставок. То есть это, ну, наверное, потеря где-то процентов 30-40 дополнительных очков. Мы набили 900-очку. То есть в такой катке можно было бы набить где-то полторушку на таком сочетании. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике мой личный тег создателя контента. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 300 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.